Мы начинаем КВН. В театральном доме Юросварты. Кубок Венсклса по КВН. Юросварты. Информация по телефону 263948. Председатель Комитета Венсклской городской думы по вопросам образования, культуры и спорта, заместитель председателя Комиссии по вопросам образования Илза Бунти и председатель Комиссии по делам молодежи, руководитель Управления образования Алдес Славинскис. Тема беседы в этот раз – начало нового учебного года, актуальные вопросы в сфере образования в Венсклсе. Вопросы можно задавать на порталах венсплс.лв, вентазбалс.лв, либо отправить сообщение на адрес электронной почты ктвт-адкурс-мств.лв. В рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 5.00 вечера вопросы принимаются по телефону 636-01-139. Позвонить в студию можно будет и во время беседы по телефону 636-27-360 или 29-185-371. Здравствуйте! Вы смотрите новости Венсклса в студии Татьяна Саксаганская. Несмотря на то, что сентябрьская погода благосклонна, к любителям пляжного отдыха на Венсклском пляже еще можно увидеть загорающих и купающихся людей, официально пляжный сезон завершился. В этом году он прошел довольно спокойно, отмечают представители спасательной службы, а синий флаг развивался весь сезон и ни разу не был приспущен. 15 сентября на Венсклском пляже завершился официальный пляжный сезон. А это означает, что свою работу закончилась спасательная служба. В этом году сравнительно спокойный сезон. Два раза всего проводили спасательные работы. И только один случай был серьезным. Женщине в возрасте стало плохо в воде. Второй случай не был таким серьезным. Спасали ребенка. Это было просто. Последние годы довольно спокойные. Серьезных спасательных работ не было. В обязанности спасателей входит не только собственно работа по спасению людей, но и патрулирование территории пляжа, наблюдая за соблюдением правил поведения. Когда много людей, работы тоже очень много. Мы работаем и с правонарушителями, которые приходят с собаками, со стеклянными бутылками. Курят. На знаке видно все, что запрещено. Мы делаем замечания. Если не слушают, то вызываем полицию. В течение всего лета часто были случаи, когда родители не присматривали за своими детьми. За этим мы тоже наблюдаем и делаем замечания, если ребенок ходит один возле воды. Мы говорим, чтобы он либо с родителями шел к воде, либо вообще не подходил. Считается, что до 14 лет ребенок не имеет права один заходить в воду. Мы особое внимание уделяем маленьким детям до 70 лет. Одни относятся с пониманием, другие считают, что мы пустое место. Но как только приезжает полиция, то они начинают говорить совсем по-другому. Больше всего возникает непонимание с литовцами. Когда мы к ним обращаемся, они делают вид, что не говорят ни на русском, ни на английском. А когда полиция приезжает, то говорят на всех языках. На русском, на английском и даже немного на латышском начинают говорить. По окончании сезона городские службы спускают синий флаг, который развивается над пляжем в течение всего сезона. Синий флаг – это экосертификат, который присваивается пляжам, соблюдающим значительное количество строгих требований. Соответствовать всем критериям не так-то просто. Ежегодные эксперты, не предупреждая, приезжают с контрольным визитом и обследуют пляж. Так было и в этом году. Приезжала международная жюри, которая следит за соблюдением всех критериев программы «Синий флаг». Мы получили высокую оценку. Пляж наш в хорошем состоянии, были выполнены все требования программы, никаких нарушений констатировано не было. Это радует. Значит, работа обслуживающих фирм осуществляется на высоком уровне. Всего три пляжа Латвии, в том числе и в Венсполске, удостоились самой высокой оценки экспертов. Каждый год над пляжем поднимают новый синий флаг, а все предыдущие не выбрасывают. По традиции мы передаем флаг отделу надзора за окружающей средой Венсполской городской думы, который в свою очередь передает флаг на хранение в музей. По счету это уже 18-й флаг, так что коллекция довольно большая. Сезон с точки зрения коммунальных служб прошел успешно. В скором времени начнутся работы по демонтажу пляжного оборудования, которое в зимнее время ремонтируют, подготавливая к новому сезону. Конечно, на состояние пляжного оборудования влияет количество посетителей. Чем меньше люди пользуются им, тем меньше последствий эксплуатации. В этом году сезон прошел довольно успешно. Не так много повреждений. Пляж – это одна из главных достопримечательностей Венсполса. Его ширина составляет 80 метров, высота дюн местами достигает 9 метров. Татьяна Саксаганская, Инджодзинш, Курзымское телевидение. В шестой раз прошла конференция «Венсполская параллель», на которой по традиции свои доклады читали литературоведы, культурные и общественные деятели Латвии и зарубежья. Основным объектом конференции и научных докладов в этот раз стала книга, так как конференция этого года была посвящена юбилею Международного дома писателей и переводчиков. Международная конференция «Венсполская параллель-6» – книга «История успеха» проходила в течение двух дней. 14 сентября в аудитории Венсполской высшей школы, а 15 сентября в Парменской библиотеке. Мероприятие было организовано совместно с Международным домом писателей и переводчиков, Венсполской библиотекой и Венсполской высшей школой. А посвящалось оно 10-летнему юбилею дома писателей. История конференции «Венсполская параллель» начинается с 2006 года, когда Менсполская библиотека и Венсполская высшая школа объединили идеи и усилия и провели первую международную конференцию «Венсполская параллель. Наследие и современность». 10 лет назад одновременно с основанием дома писателей и переводчиков состоялась первая конференция «Венсполская параллель». Целью конференции было собрать умных людей, пригласить жителей Венсполса, всех заинтересованных, узнать о значимых людях Венсполса, о важных событиях нашего города. Именно у профессора Венсполской высшей школы Майи Балтыни возникла идея назвать эту конференцию «Венсполская параллель». Это название сохранилось по сей день. На шестой конференции с докладами выступили литературоведы, культурные и общественные деятели как из Латвии, так и из таких стран, как Франция, Великобритания, Португалия и Швеция. На международной конференции этого года дом писателей и переводчиков собрал представителей самых разных стран. Приехали коллеги из Португалии, из Франции, из библиотеки Шотландии. Оказывается, в Эдинбурге существует библиотека поэзии, а ее директор сейчас находится среди нас. Выступает директор Латвийской национальной библиотеки Андрис Вилкс и директор Венсполской главной библиотеки Астра Пумпура. Одним из выступающих в среду был Андрис Вилкс, директор Латвийской национальной библиотеки. Тема его доклада – есть ли у книги будущее. В конце выступления Андрис Вилкс сделал вывод, что будущее у книги, несомненно, есть. Да, в Латвии тоже есть будущее. Оно непростое, потому что у книги есть две стороны. С одной стороны – это культура, а с другой – коммерция и бизнес. Если говорить про культуру, то у нас очень высокий уровень культуры. У нас пишутся и переводятся замечательные работы. Андрис Вилкс также отметил, что книга до сих пор является ценным подарком. И несмотря на то, что бумажное издание сейчас находится под давлением всеобщей дигитализации, книга не утратила свой авторитет. Может быть, сейчас существуют другие сильные конкуренты – медиа, социальные сети и другие предложения интернета. Это создает напряжение, если так можно выразиться. В свободное время у людей появляется большое количество возможностей, которые они могут использовать параллельно книге. Конечно, это существенная конкуренция, но я думаю, что отношение общества к книге не негативное. Первый раз в качестве выступающего в конференции участвовала директор Венспольской библиотеки Астра Пумпура. Ее доклад был на тему «Путь книги до читателя». В ходе выступления Астра затрагивала тему создания читательских клубов, рассказывала о сотрудничестве библиотеки с Домом писателей-переводчиков, со студентами Венспольской высшей школы, а также упомянула об услугах, оказываемых людям с ограниченными возможностями. И, конечно же, я также рассказала о тех услугах, которые мы предоставляем людям, которые не могут прийти в библиотеку, о том, как мы читаем вслуг людям с проблемами зрения, и о том, как мы обслуживаем пансионат «Селга», о том, как мы каждый день обслуживаем тех жителей, которые не могут прийти к нам лично. По традиции, дискуссия в рамках конференции проходила в стенах Парвенской библиотеки. Дискуссия призывает студентов Венспольской высшей школы выйти из привычных учебных помещений, пообщаться с интересными и образованными людьми на увлекательные темы и выступить своими научными исследованиями. Сегодняшняя тема – слово, найденное в Венсполсе. А что еще можно делать на Венсполской параллели, если не искать вещи и слова, которые связаны с Венсполсом, слова, которые написаны в Венсполсе, исследования, которые созданы в Венсполсе – это и есть то, чем мы сегодня здесь занимались. Конференция «Венсполская параллель» предоставляет уникальную возможность любому желающему услышать доклады высокого уровня специалистов разных областей из разных стран мира, а также принять участие в научной дискуссии. Это позволяет весплесчанам повышать уровень образования, формируя понимание важных процессов современного общества. Теана Шаховская и Джодинчик, Курзмское телевидение. Дни Европейского культурного наследия – это международная инициатива, призывающая владельцев памятников культуры каждый год в сентябре открывать двери интересных объектов для посетителей. В Латвии это мероприятие поддерживает Фонд культурного капитала. В Венсполсе для посетителей открыли старые мастерские порта. Государственная инспекция по охране памятников культуры получила 56 заявок со всей Латвии на участие в Днях европейского культурного наследия. В этом году в списке участников Дней наследия упомянуто 70 объектов, которые заявили хозяева, либо значимость которых определила комиссия. В Венсполсе двери распахнули построенные в царские времена портовые мастерские. Думаем, что здание построено в период с 1900 по 1903 годы. Наверное, это было в рамках развития железной дороги, когда строили железнодорожную линию Виндава-Москва-Рыбинск. Тогда на государственной земле было построено более 100 зданий, и это одно из них. Здесь сохранилась такая высокая степень аутентичности, что, кажется, те, кто здесь работал, просто вышли на улицу и сейчас вернутся с обеда, чтобы продолжить работу. Знаете, я в 70-е и 80-е проходил мимо и все время думал, как можно такое красивое здание так запустить. Многие годы здание было огорожено забором, и двери были закрыты, пока не сменился владелец. На аукционе его выкупил Венсполский свободный порт. Это здание было построено как портовые мастерские, и до конца прошлого года они служили портовыми мастерскими, пока не ушел предыдущий владелец, фирма Юрис Датнеитрис. Здесь такая техника сохранилась, я считаю, все это надо оставить. Все эти машины, наверное, производства 50-х годов. Удивительно, как это все сохранилось. Уже поколение 5 сменилось подобной технике. Они работали как в музее. Культурное наследие – это материальное и нематериальное наследие. В этих мастерских возникает ощущение, что время остановилось. На директорском столе лежат папки с документами, партия в бильярд не завершена, в мастерской витает запах масла. Бывшие владельцы все оставили нетронутым. Здесь сохранились исторические свидетельства, которые в других местах давно сломали, перекрасили или уничтожили. Некоторые венсполщане еще помнят тех, кто работал здесь когда-то. Интересно было прийти сюда и посмотреть, как тут когда-то было. Интересно посмотреть в современное время такие старые технологии. И мебель не младше инструментов, которые внизу. Это кабинет директора. Думаю, что изменений здесь не было, судя по мебели с 60-х годов. Мы не показываем кузнечные помещения и верхние этажи, мы показываем мастерские. Это огромные помещения, в которых сохранилось оборудование давних времен. Большая часть из которых в рабочем состоянии и еще до прошлого года работала. Портовые мастерские – это последний этап. Теперь можно будет гулять вдоль всей набережной. Для венсполщан это долгожданное событие. Когда это откроют, будет простор, будет что посмотреть. Туристы будут приезжать, им будет интересно это увидеть. А когда-то на набережной были камни, кусты, трава, все заброшено. Можно сказать, набережной вообще не было. Думаю, это хорошо, что люди смогут посмотреть все здания, которые находятся на набережной. И туристы, даже проходя с парома, смогут любоваться. Мы посмотрели проект, будет очень красиво. Архитектор Юрий Спога уже сделал набросок того, как будет выглядеть здание в будущем. Осталось только утвердить проект и продумать благоустройство. Думаю, я не одна, понимая, что это надо сохранить. Надеюсь, так и будет. Надо сохранять то, что сделали твои предки. Татьяна Саксаганская, Гонда Порница, Андрей Кулыгин, Курзамское телевидение. В третий раз в традиционном венсполском фотоконкурсе победила Ингуна Фишмейстера, на фотоснимке которой изображен новый фонтан «Фрегат Валзейвс». В рамках ежегодного фотоконкурса путем голосования и решением специально созданного жюри отбирается 40 лучших работ, которые в дальнейшем используются для городского маркетинга. Уже в тринадцатый раз венсполчане выбирали лучшие фотографии нашего города в рамках традиционного венсполского фотоконкурса. Цель фотоконкурса – отбор привлекательных и качественных с художественной точки зрения фотоснимков венсполса для подготовки туристических брошюр, карт, календарей и других изданий 2017 года. В этом году венсполскому автовокзалу выпала честь принять в своих стенах выставку лучших работ. В этом году мы первый раз выставку делаем в таком месте, как венсполский автовокзал. У нас были выставки в библиотеке, в паромном терминале. Но в этом году мы хотим, чтобы фотографии увидели те люди, которые приезжают на автобусе. И как нам сказал руководитель этой станции, сегодня уже довольно много людей смотрели, интересовались и высказывали свои восхищения об этих фотографиях. Помимо нового места организации выставки фотоконкурса было введено еще одно новшество – усовершенствованная система голосования. Автор идеи этой системы – венсполский фотограф Юрис Пресниковс, который отметил, что теперь голосование стало более честным. Новая система голосования, несомненно, лучше, чем старая, потому что человек должен регистрироваться. В прошлой системе голосования без регистрации можно было в течение дня с одного компьютера проголосовать хоть сто раз. А теперь человек должен зарегистрироваться через Draug MLV, либо Facebook или Twitter. И, следовательно, не может голосовать два или три раза. В этом году было прислано 325 работ, 27 авторов. И жюри пришлось изрядно постараться, чтобы выбрать 40 самых лучших фотографий. Темы очень разные. Доминантом, конечно, в этом году был наш прекрасный фонтан «Фрегата Ваузевс». Но были и другие темы – спорт, разные объекты. И мы очень рады, что во всех венсполских фотографиях очень счастливые, улыбчивые люди. Победителем фотоконкурса этого года стала Ингууна Фишмейстера. Второе место досталось Кристо Пудышлеру с работой «Банэйтис». А третье место получила работа Юрис Иела Дайниса Розентала. Ингууна Фишмейстера участвует в конкурсе пятый раз. Из 20 присланных работ этого года две попали на заключительную выставку. А фотоснимок «Фрегат Ваузевс» был признан лучшим. Незадолго до завершения приема работ для фотоконкурса произошло открытие фонтана «Фрегат Ваузевс». Был дождь, все промокли. Настроение было замечательное, люди наслаждались мероприятием. Это можно увидеть на фотографии. Победительница также призналась, что любит снимать то, что нельзя сразу же рассмотреть в повседневной жизни. А на вопрос о том, что означает для нее участие в фотоконкурсе, ответила следующее. Для меня участие в конкурсе означает возможность показать город красивым и интересным. На этой фотографии, что победила сегодня, изображен популярный объект. Но можно и в повседневности найти что-то интересное и невиданное. Раньше я побеждала с фотографиями паровозика, оленя, но мне хотелось бы найти что-то особенное в простых, некоммерческих объектах, что привлекло бы внимание других людей. Я венсполщанка, родилась и выросла в Венсполсе. Мне нравится этот город. Соответственно, я всегда хотела показать своей фотографией ту красоту повседневной жизни, которую мы не всегда замечаем и, возможно, проходим мимо нее в будничной суете. Приз посетителей портала венсполс.ав получила Дзинтра Юра за снимок Саулек Сверсенсполс. А приц номинации «Юный талант» уже во второй раз достался Монте Блазе Петерсоне за фотографию с Лапье Преки. Выставку лучших фотоснимков венсполса можно посмотреть на венсполском автовокзале. Татьяна Шахская, Инджодзинч, Курзумское телевидение. Летом в венсполском доме молодежи осуществлялась программа «Бизнес летов», предоставляющая возможность молодым людям попробовать свои силы в бизнесе. Начиная от идеи, заканчивая реальным продуктом. С началом учебного года открылась следующая программа, в которой могут принять участие школьники, желающие получить первый опыт предпринимательской деятельности. Международная организация Junior Achievement предлагает школьникам на практике изучить основу предпринимательской деятельности, реализуя свою бизнес-идею и предлагая на рынке свой товар. Мероприятия проходят по всей Латвии. Венсполс – это вторая волна. Я помню, еще со времен моих школьных лет мы тоже создавали подобные учебные предприятия. Потом было затишье, никто не проявлял инициативу. Сейчас, благодаря активности нескольких школ, движение учебных предприятий возродилось. В начале этой недели был рассмотрен вопрос, касающийся создания школьного учебного предприятия. Как это сделать на практике, рассказали специалист по делам молодежи Кристиан Съяцевич и преподаватель экономики Олег Михайлов. Примеры успешного ведения бизнеса в учебном предприятии рассказали участники этой программы прошлого года, которые не только получили ценный опыт, но и неплохо заработали. По словам молодых людей, важно создать команду, которая и будет служить основой успеха. Однозначно важно понять, что интересует каждого, что каждому по душе. Надо заниматься тем, что нравится, а если при этом можно заработать, это самое лучшее. В прошлом году несколько учебных предприятий прошли полный цикл. Начиная от разработки бизнес-идеи, регистрации предприятия, производства и продажи продукта, участвовали в ярмарках. Они должны уметь ввести финансовые документы и в конце ликвидировать это предприятие. Фирма работает только в течение учебного года. Это своего рода учебный процесс. Но так как это официальная учебная программа, есть возможность зарабатывать деньги и орудовать этими финансовыми средствами. По словам Кристиана Съяцевича, Дом молодежи – это уникальная возможность для молодых людей проявить себя творчески, организовать желаемые мероприятия. В свободное время здесь можно просто отдохнуть, познакомиться с другими школьниками, поиграть в различные игры. Создан Венсполский Дом молодежи по инициативе самих венсполщан. Чтобы содействовать личностному росту, проявлять инициативу и в сфере карьерного роста, и в сфере проведения свободного времени, и в предпринимательской деятельности. Сейчас это очень актуальная тема, в начале учебного года еще актуальнее, потому что все только начинается. По вечерам, когда активность спадает, молодые люди организуют киновечера, джемсейшены, на которых молодые исполнители оттачивают свое мастерство импровизации, а зрители приятно проводят время. Популярностью пользуются дискуссионные клубы. Молодые люди учатся вести дебаты на различные актуальные темы. Самые активные участники – это учащиеся 2-й, 4-й средних школ, Венсполской 1-й государственной гимназии и техникума. Дебаты проходят не только на городском, но и на республиканском уровне. Татьяна Саксаганская, Ребека Росса, Инджоджин, Шкурзамское телевидение. Это все события на сегодня. Я с вами прощаюсь и желаю вам приятных выходных. Субтитры создавал DimaTorzok Мы начинаем КВН. Александр Масляков и компания «Илига Рига» представляют. Кубок Венсполса по КВН. 24 сентября в театральном доме Юра Сварты. С новой программой звезды высшей лиги КВН. Союз, Тюменская область, Далс, Белгород и лучшие друзья Минск, а также лучшие команды чемпионата Европы, ведущий Стас Давыдов. Информация www.igariga.com Билеты в сети Белеша Сервис. 24 сентября в 19.00 в театральном доме Юра Сварты. Кубок Венсполса по КВН.